Влад, приветствую. Приветствую. Какими созданиями? Кого тебя не ожидали здесь увидеть? Ну да, как этот, знаешь, мечтал на UFC прийти. Вот, видишь, уже на UFC. Хоть сегодня в качестве зрителя, но я думаю, что в ближайшее время, прямо в течение полугода я уже буду здесь, уже не в качестве зрителя, а в качестве выступающего атлета. Пришел поддержать шару? Ну, знаешь, я в любом случае болею за наших ребят, реально, там, да, зла не желаю, так сказать, ни шаре, там, ни поражения, ничего. Пусть идет вперед, я уже много раз говорил, я буду рад, что он только будет побеждать, потому что, я говорю, я вспоминаю тот бой, когда мы с шарой бились, что и до сих пор так считаю, что я был победителем в том бою, потому что, ну, правила сработали не против меня, да, это, знаешь, спустя время столько, я это говорю, шара вырос, на хорошем уровне идет. Но, когда я приду в UFC, я хочу биться шарой. Пару боев, я должен с ним провести бой профессиональный, ну, что меня это не отпускает. Он сейчас сказал, готов выйти на замену Алексеевичу. Да, я вот только что Алексеевичука видел, вот реально, я говорю, просто, ну, это неправильно, да, то есть, это некрасиво, такое, знаешь, как у нас бы на хардкоре подбили бы, там, не знаю, да. Потом свой кандидат. Да, ну, как вот я, не то, что у нас, я уже в других веках выступаю, как на хардкоре бывает, да, там, подбили, да, бах, там, на замену кто-то вышел, там, еще. Но, ну, нет, я честно буду выступать, я говорю, я верю искренне, что я скоро буду здесь. Все для этого есть, осталось вот прям чуть-чуть, чтобы, знаешь, идти той дорогой, чуть добавить, вот, в моих аспектах, еще пару боев выиграть, и все, я буду точно в UFC. Твой прогноз, потому что говорят, что для Шара очень тяжелый бой будет, классический боксер, а у Шара бокс не очень говорят. Я также считаю, это реально будет очень, ну, один из самых тяжелых боев его здесь, он два провел, да, как бы, это будет самый сильный соперник, потому что Алексеичук, он не борется, Шара тоже не борется, и они будут стойки. Ну, вот, я считаю, что это будет тяжелая проверка, потому что, ну, если бы я сейчас бился Шарой, то я бы включал бы руки, очень много, Шара очень много пропускает, на самом деле, на руках. Но есть вероятность огромная, что это будет большая проблема для него, Алексеичук, но я считаю, что Шара должен выиграть, потому что он такой сейчас на кураже набрал, такой весь, вот, у него там недавно бой был, сейчас бой, и, ну, я вижу его победителем. В тяжелом бою, реально, потому что это не будет легко, и, ну, не исключаю, что, знаешь, в этом бою может быть и лаки-панч сработать, или этот попадет, или этот попадет, такое тоже бывает. Ну, это реально, Алексеичук, это прям такой матерый, ударник хороший, потому что, если бы Шара хотя бы умел бороться, хоть немного, да, там, смог бы переводить, там, он бы мог бы и финишировать, потому что, я вижу, что там Алексеичук, он вообще проигрывал 7 поражений. Только с Аммишем. Да, с Аммишем, 7 поражений к ряду у него, там, ну, вот эти, которые, да, были за, ближайшие, так сказать, то он все боевыми прыгнул. А вот ты сказал, вот, что я через некоторое время буду UFC, откуда такая уверенность? Ну, есть уверенность, есть уже разговоры, вот, я говорю, я знаю, что я буду здесь, вопрос, каким путем, это будет сложным путем, вопросов нету, возможно, через данный White Contenders, ну, невозможно, а большая вероятность, что через данный White Contenders, вот, я засвечусь, я уверен, что я выиграю там и буду здесь точно. Ну, вот, я знаю, что там недостаточно только выиграть, там нужна прям такая яркая победа доминирующая, которая запомнится самому Дане, чтобы он в дальнейшем мог предложить. Ну, я привык только так выигрывать, мне не хочется даже выходить, драться на очки, что-то показывать, я хочу выглядеть красочно, досрочно, самое главное, и я хочу шуметь, как я вот говорю, я три года назад пришел в эту индустрию, я понимаю, как она работает, что мало быть просто профиком тихим, это мало быть таким. Надо и профиком быть, и шуметь, чтобы эти обсуждали, вот, я считаю, что я только приду, да, на меня, вот, прям вот так вот заметят, я знаю, что сделать, я знаю, как это сделать, как себя преподнести, я говорю, самый важный аспект, который у меня сейчас есть, то, что я единственный белорус, который будет выступать в UFC, ну, это для меня честь, представлять свою страну, потому что нашей стране, до сих пор нету сейчас, да, ну, на данный момент действующего бойца из нашей страны, так что у меня, вот эта мотивация, она меня не успокаивает, не останавливает, и я считаю, что вот в ближайшее время я буду здесь. Исходя из твоих слов, вот, вот все, что ты сейчас рассказал, расписал, в эту концепцию не вписывается выступление в хардкоре, о которых вот буквально два дня назад говорил Анатолий Сулянов, что ты там просишься в хардкор, разговариваешь с матчмейкерами, как ты это прокомментируешь? Я прокомментирую это так, я говорю, никакие переговоры я с хардкором не веду, вообще не обсуждаю, там, да, у меня есть для этого менеджер, который за меня решает все мои вопросы, он знает, с кем мне драться, когда, драться, там, какие контракты мне нужны, он это все прекрасно знает, и на протяжении работы уже два, ну, третий год с ним, я никогда не оступался, вот то, что он мне, какие бои мы с ним проговаривали, все бои, я выходил, выступал, так что на хардкоре, я вот помню только единственный момент, вот недавно не забыл, то, что меня, получается, приглашали на конференцию перед казахстанским турниром по МА, вот там такая, знаешь, был унылый турнир, и они приглашали меня, готовы были деньги заплатить, лично Сульянов, да, и хотели, чтобы я там развел эту конференцию, был интерес, и получается, что... Да, интригу, да, интригу, и хотели там сделать с Калмыковым стердаун, чтобы в дальнейшем провести с ним бой, ну, у меня были другие планы, я выступал там, у меня в июне вообще там был такой тяжелый, у меня там два боя было сразу, там, за две недели, я выступал на тех боях, и просто, ну, не получилось приехать, да, вот, а сейчас такой Толя выходит это интервью, он говорит, да Белас напрашивается, да никуда я не напрашиваюсь, у меня есть лига, где я выступаю. Вопрос с Калмыковым, я закрыл перед собой, я его выиграл, возможно ли возвращение мое в хардкор, да, возможно, для чего, вопрос, на один бой побить еще раз Калмыкова. Реально, такое желание есть, еще раз доказать, что я сильнее, и что я считаю, что сейчас, на данный момент, это одно из самых крутых кулачных противостояний было бы. Вот, только лишь поэтому я готов вернуться и просто его побить, ну, а так, не вижу перспективы сейчас в хардшоре, не вижу, с кем там нужно драться, вот именно только в этом. Хочу расти, для того, чтобы попасть в UFC, говорю, мне нужно один-два боя хороших. На Урале или где? Ну, я в таких промоушнах, может на RCC, может на Урале, сейчас разговор идет и с ACA, также, там, знаешь, у меня именно сейчас вот нужно конкретных тяжелых там соперников пройти. И самое главное, чтобы это бы, я хочу побеждать медийных чуваков, которые дают что-то, дают что-то, чтобы продвинуться дальше, вот и все. Так что, по поводу хардкора, ну, конечно, Толя молодец, он преподносит красиво все, он преувеличивает такое, что я там напрашиваюсь. Нет, ребята, у меня есть где выступать, есть возможность дальше развиваться и заинтересованность у промоутеров огромная есть, предложение много поступает. Ну, вот, я приведу пример, вот, тренер Шары Гор Азизян, он в Шаре нашел бой, организовал бой в одном месте, там, в тайландском промоушене, зарубежном, сразу после этого Шара подписывается в UFC. У него есть Вальтер Уокер, который там во Франции в Борисе подрался, сразу после этого переподписывается в UFC. Нет ли у твоего менеджера, может, не то чтобы договоренностей, а мыслей, тебе какую-нибудь там вне СНГ лигу засунуть, скажем так, чтобы ты там провел один бой, где, может быть, окажется какой-нибудь матчмейкер в UFC. Да, я так скажу, намеком небольшим, я здесь не просто так в Дубай прилетел, вот, с нужными людьми встречаюсь, с нужными людьми пообщаюсь и в ближайшее время, я думаю, что я здесь тоже выступлю на определенном промоушене. Так что, знаешь, я просто работаю, я хочу не только, знаешь, там, просто всем говорить, я хочу UFC и ничего не делать для этого. Я делаю для этого, и я знаю, что вот уже, вот оно, просто не упустить этот шанс и возможность этого получить, у меня вот оно есть. Я вот просто говорю, надо трудиться дальше, не останавливаться. Говорю, вот я шарой бился, вот, буквально, там, два года назад. Ну, что, шара, что, гораздо лучше меня, потому даже бой. Ну, нет же, но на равных, да, там, определенное правило, с другими бойцами, там, дерусь, вот, часто мне тоже, там, многих таких бойцов ставят, которые говорят, что, ну, невозможно пройти, да, для меня. Я беру их, побеждаю. Да, конечно, там, мне хочется, я уже говорю, повышать оппозицию и просто прийти сюда даже, знаешь, я не хочу просто быть номером такой, отбывать, типа, вот, я UFC, цель достигнута, как будет, так будет. Нет, я хочу здесь прийти и побеждать, чтобы расти по карьере и, ну, развиваться в целом.